Здравствуйте дорогие подписчики и гости канала! Помните шикарный букет хризантем, что был срезан с горшечного куста и водворен в вазу? Так вот он, поприветствуем! Хризантемы размножаются не только семенами, но и черенками. Из каждой пазушной почки у хризантемы могут появиться и корни, и новый отросток. Перед нами наглядный тому пример. Хризантемы застоялись в воде, заждались пересадки в грунт. Но смотрите, ветви крепкие, сухоцвет отпал только потому, что его потревожили. Листья ярко-зеленые, но по ним видно, что растению нужно что-то более существенное, чем вода. В тесной вазочке хризантемы дали корни, и корни эти спутались. Они переплелись между собой, и на глаз невозможно отличить, от какой ветки какие корешки идут. Но перед посадкой их нужно разобрать. Между корнями видим молодые веточки, в идеале из каждой почки, находящейся в земле. Должен пойти вверх зеленый росток, а вниз соответственно корень. Поэтому в открытом грунте ветви хризантемы пригибают к земле и присыпают сверху грунтом, даже не отрезая от основного куста. Рассаживают их, когда те укореняются, и питание не будет зависеть от материнского куста. У нас немного другая история. Мне нужно создать новое горшечное растение. Очень аккуратно, с ювелирной точностью определяю, от какой ветви идет волосинка корешка, и осторожно вытягиваю его, один за другим. Нужно как можно меньше повредить растение, ведь ему и так предстоит перенести стресс, пересадку из воды в грунт. Некоторое время зеленые хвостики не будут расти, всю силу растение пустят на укоренение. Но это недолгий процесс, буквально несколько дней, и хризантема будет хозяйкой цветочного горшка. Грунт нужен для цветов, он более легкий, но подойдет и грунт для овощной рассады, он питательный. Горшок нужен естественно с дренажным отверстием, глиняный, изнутри не глазурованный. В видео с комнатными цветами я рассказываю о положительных сторонах цветочных горшков из необожженной глины. Во время полива глина впитывает в себя влагу, и если у вас не получится вовремя полить цветок, влага из материала горшка перейдет в грунт. Так прибавляется целый день без полива. Это огромное преимущество перед пластиком. На разобранных веточках видно бороды корней. Одна ветка без корней, но она зеленая, живая, видимо ее питание проходит через сам ствол. Посадить эти веточки можно в небольшой горшок, но как не засыпать молодые ветки, эту нежную поросль и в то же время закопать корни. Придется ветви почти положить, посадить их не вертикально, а наклонно. Присыпаю все землей, поливаю, листву освежу опрыскиванием чистой водой. Грунт новый, дополнительного внесения удобрений не понадобится минимум месяц. Чтобы на поверхности после полива не образовалась корка, присыплю грунтом из упаковки. Короткие зеленые макушки немного присыпала землей, но они вылезут на солнечный свет. Так устроена природа. Как видите, отсветшие шапочки срезаны, сухие листья тоже. У хризантемы началась новая жизнь. Конкретно у этой уже третья. Подписывайтесь на канал, следите за выходом новых роликов. Спасибо за поставленные лайки. Задавайте вопросы в комментариях, делитесь собственным опытом. Наверняка у вас есть свои наработки в растениеводстве. До новых встреч!